Здравствуйте! Пришел сегодня на полчаса пораньше, есть время записать видео. Меня часто спрашивают на тему, допустим, есть бабушка, там получается, соответственно, мама и дочка. Приходит там, например, дочка, ну там, дочка лет 20. Вот у меня там такие проблемы с позвоночником, начинаем править, потом у нас вспоминают, что у матери примерно такие же, там у бабушки тоже. Плюс там проблемы по желудочно-кишечному тракту, по зубам или там по суставам. Ну, есть у каждой, как бы, считается, что у каждой семьи, там у каждого ветви рода. Есть свои типичные проблемы по здоровью. И спрашивают меня, вот, мол, типа, нам говорят, что проблемы с позвоночником наследуются. Я говорю, в каком смысле наследуются? Они такие, ну, вроде как генетика. Генетические, значит, предрасположенности. Я первое время вообще не знал, что на это отвечать, потому что, ну, при чем здесь генетика? Есть совершенно другая механика. Есть другие мои видео, там про зубы со связи с позвоночником сказано, про желудочно-кишечный тракт, тоже видео про зубы сказано, про суставы тоже отдельное видео есть, про органы есть. То есть, перекос позвоночника рождает проблемы по органам. Это первое. Второе. Ребенок полностью копирует осанку и манеры поведения родителей. То есть, осанка, допустим, перекос будет, если дети это видят, прямо с самого рождения, то у детей будет тоже в эту же сторону склонность, потому что они это видят как пример. И ничего из этого еще не генетика. И третье, самое сложное, поэтому вот, наверное, я думаю, серия целого видео. Сейчас я модели доделаю про роды и позвоночник. То есть, если женщина с проблемами по пояснице, с перекошенным тазом, со спазмами мышц, это мы еще не касались психологии, отношения к сексу, состояния ее гормональной системы, это еще просто даже механические какие-то вопросы, да? Если она с этими состояниями пошла в роды, то с точки зрения механики, роды это очень сложный процесс и очень физически нагруженный для женщины и для плода. И по итогу ребенок будет иметь проблемы с шеей и обычно с поясницей сразу тоже. То есть, очень редко бывает, когда ребенок родился и только, допустим, сворачивается атлант. Ну, мать там, допустим, не смогла выдержать ритм, там где-то поторопилась, дернулась, потуга пошла рисковато. Связано это с тем, что плод испытывает такое спиральное и сгибающее воздействие на всем протяжении родового канала. Ну, говорю, видео отдельно будет. Посмотрим подетальнее. Так вот, бабушка родила маму. Ну, бабушка где-то, допустим, упала с телеги. Это очень грубый пример. Вот, она могла, не знаю, там упасть с лыж или вообще упасть там где-то в детском возрасте с дивана, но во взрослом возрасте у нее проблемы с позвоночником, проблемы с тазом, и она пошла рожать дочь. Ну, к санавиам тоже относятся, но мы про наследование. Родила она, значит, дочь с ослабленным, то есть, частично поврежденной шеей и поясницей. Дочь видит маму. Мама так или иначе немножко несимметрична. Дочь автоматически это копирует, просто потому что так устроена наша психика. Копирует обучение, это просто копирование. Ну, можно сказать, что как бы обезьянничание. Но обезьянничание подразумевается с породией, а здесь без породии. Просто как в ксероксе, один в один, без оцифровки, без обработки. Дочь, имея повреждения позвоночника, плюс определенный пример, имеет определенный перекос, определенный опять спазм, опять она скована в родах, рожает свою дочь, ну, то есть, внучку. И мы с некоторыми людьми, допустим, анализировали, это может наследоваться, ну, много раз. Это может наследоваться пять поколений, может больше. Но к генетике ничего, как вы поняли, никакого отношения это не имеет. И логичный тоже вопрос, как бы, а как этот круг разорвать? И вот я вот анализировал практику сегодня, пока ехал, значит, на работу. Самое перспективное, править детей до 12 лет. До начала переходного возраста, до гормональной активации. Чтобы у них мозговой кровоток, кровоток малого таза, то есть, вся гормональная система, имели адекватный кровоток на момент запуска. То есть, ну, там, грубо говоря, в 12 лет начинается переходный возраст. Если в этом возрасте, точнее, до этого возраста, то есть, можно начинать из младенцев, если в этом поправить в периоде жизни, то гормональная система будет запускаться настолько, насколько она может. Развитие, то есть, укрепление костей и связок пойдут, соответственно, тоже симметрично, даже если до этого было не симметрично. И в итоге, если до 12 лет сделали, то там к 18, допустим, годам, хотя рожать в современном мире обычно уходит там в 23-25, но хотя по-разному бывает, то к этому времени кости успевают, особенно кости таза, они успевают модифицироваться, даже если таз уже перекосился, они успевают модифицироваться в сторону нормальных. А с учетом, что природа дала нам определенный запас, и диаметр малого таза тоже очень маленький, честно, запас, но хоть какой-то есть. В итоге порочный круг получается разорван, и ветвь развития рода, то есть, дальнейшая цепочка поколений направлена в лучшую сторону. Но это не гарантирует, что роды будут идеальными, и младенца, я, конечно, тем, кто уже поправился, говорю, что младенца бы надо посмотреть где-то месяца в два от роду, потому что первые два месяца ему точно не до меня, матери, разумеется, тоже. А вот потом нужно посмотреть, строго оценить, то есть, ну, строго в смысле точно, строго в смысле очень точно, оценить все функции. Опять же, раньше начали, раньше все функции запустились так, как надо. И оппоненты высказываются, что, мол, типа, перегружаешь ты информацией, ну, я, не все так строго, и вообще нормально мы рожаем, и все у нас хорошо. Я говорю, ну, если у вас все хорошо, то я-то только за. А вот то, что я, допустим, всю жизнь боролся с повреждениями своего тела, и да, это в итоге дало какое-то развитие, но какое бы развитие это могло дать без того, чтобы я боролся с телом, а просто бы его развивал. Большой открытый вопрос. И очень много людей, вот подростки в последнее время начали приходить, даже сами, они просто большую часть времени борются со своим телом. У них там проблемы с концентрацией, проблемы с психикой. Плюс, что они вполне адекватны, но вот они могут концентрироваться, а потом раз и не могут. Там, допустим, два урока высидел, там, одну-другую пару, а больше все, там, голова заболела, тело отключилось. Интеллект есть, тело не тянет. Это вообще нормально или нет? Вот, по-моему, нет. Ну, по-моему, потому что я там внутри был. Некоторые люди так глубоко не падали в состояниях, им это все кажется шутки. Много детей, которые вот приносят ко мне, ну, или приводят, хорошо, если приводят. Родители говорят, что у нас все хорошо. У нас, в смысле, у ребенка, там, допустим, 3-5 лет. Я говорю, а чего хорошего-то? У вас ребенок ходит через борьбу с собой, там, ест через борьбу, спит через борьбу, и то, что выделенный объем жизненной силы на развитие, а он тратит на повседневную жизненную функцию, ну, конечно, он будет на это тратить. А чего ему не тратить? Лечь и помирать, что ли? Разумеется, нет. Ребенок борется. И многие родители не очень-то хотят это видеть. Вот. Ну, ничего страшного. До тех пор, пока не начнется переходный возраст, гормоналка не сможет спокойно запуститься, и тогда будут говорить, что у меня ребенок трудный. Ну, нет. Просто накопленная до вот этого возраста вся вот эта боль, сопротивление, непонимание, самонеприятие, там, или проблемы с отцом, оно просто все взрывается. Потому что вроде бы сила есть, я вроде взрослый. Все это взрывается, контакт теряется. Поэтому те, кто мыслят на перспективу родителей, они, разумеется, как бы стремятся сразу это продиагностировать, там, какая степень, каких проблем и что мы можем сделать сами. И да, я считаю это перспективно. Но начинали мы с наследования. То есть наследование функционально. Такого нет понятия в медицине, но оно есть в реальности. То есть по функции. Как сделали, так и растет. А генетика здесь совершенно ни при чем. Мне каких только не рассказывали про слабость костной ткани, про слабость соединительной ткани, про врожденную мышечную гипотонию, там, про сколиоз, вот прям генетически обусловленный. Но вот из того, что приносили такие диагнозы, ну, один из ста. Один из ста максимум действительно имеет конкретную генетическую предрасположенность. Действительно слабость связочной ткани существует, но ее очень мало. 確定 этаж� vai вызвать возроджет нерв и сетей смотрю. в сетей в лег핑еclip remote. алк Ever somos, в режиме шести продукты, а потом,